Добрый день или вечер, если вы смотрите нас вечером. Добро пожаловать в книжный клуб на обсуждение такого замечательного произведения, как «Отцы и дети» под авторством Ивана Сергеевича Тургенева. Как никогда сегодня эта проблема, как всегда, велика. Проблема отцов и детей. Сегодня мы ее обсудим. Позвал я своих друзей, профессионалов в этой сфере. Отец Алексей Квашонкин, отец ребенка. Отец русского подкастинга, Дима Гаврилов. Несмотря на седины «Дитя в душе» Михаил Шац. И Саша Малой, который представится сам. Я отец российской демократии. Вот так. Вот в чем дело. Вот где проблема. А вы заметили, что Женек все книжки, в которых он ведущий, выбирает те, в которых главный персонаж зовут Евгений? Я не заметил сам. Онегин. Респект за подмечание. Так, ну, надеюсь, «Отцы и дети» вы прочитали. Это что-то развальная поза какая-то. А я, главное, был уверен, что я прочитал их. Кого? «Отцы и дети». И что в итоге? Когда я сейчас стал перечитывать, я понял, по-моему, я их в школе не читал. У меня такое ощущение. Я вообще ничего не помню. Я прям перечитывал и вспоминал, как я в школе читал. Это уже скуку смертную. А я перечитывал и кайфовал. О-о-о! Какой я тупой был школе. Я все понимаю! И сейчас. Да-да-да-да. Я так же читал. Я такой «О-о-о!» Так же читал, я такой «О-о!» Я все понимаю! А ты все понял? Ты прямо скука? Ты все понял. Тебе прямо скука была смертная? Ну, скучно. Все что-то ездят друг к другу. Как классическая русская книжка. В то время все ездят друг к другу по имениям. Выясняют всю хуйню. приехали в одну точку там разъяснили переехали в другую точку что-то там перетерли сумма к перетирали в одной той что-то перетерлось само собой сейчас рассказал потом вернулись назад тут уже все-то что-то перетерто все таки нихуя себе сейчас рассказал типичный вечер пятница там остался один там остался один эти двое разъехались тот третий поехал туда также вот эти два же я вот пару раз был в клубе с гариком аганисян вот такая же херня происходит по сюжету прошлись так давайте что он персонажей перечислим или что вы хотите как у давай у нас есть николай петрович красавец кирсанов 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 значит николай петрович также у нас есть брат его и что и что что он что он петрович что у тебя с николай петрович расскажет допрос расскажи петрович это не я думал сначала всех перечислил а потом не не а потом вы вспоминать их по второму разу а потом будем говорить как они связаны просто если сейчас объясню что николай петрович отец аркадия не надо будет сразу объяснять такой аркадий не говорит не самое главное кто кто отец аркадия хорошо до того как у него родился аркадий он был кем военным он помещик а это что у него там вы применение вы хотите услышать это характеризует человека то это такой в данный есть и душ да сколько душ у него было раз уж мы реально решили коротко по сюжету пройтись но на этой хуйне мы застопорились что пиздец давайте узнаем какого типа бы помещик небольшой а какого типа а как ищут как ищий и щико и как звали его главного блять заведующего всеми крестьянами как его звали такого не было был 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 такого не было заведующий крестьянами что за склад блять какой-то даю подсказку отчество Прокофьев. Мы разговариваем, блядь, так подробно. Кто он? Можно я ответить? Кто? Павел Прокофьев кто нахуй? Ты хочешь узнать? Скажи мне кто? А я не знал, что он так прям сразу сойдет с катушкой. Скажи мне кто он? Я могу сказать, если ты не будешь орать, блядь. Кто это? Приказчик. Да, да. Да, так и есть. Мудила. Истеричка. В общем, самое главное, что надо было сказать, это что он отец Аркадия. Ладно. Короче. Я больше ни слова не скажу. Санек, просто надо было понять, чтобы те, кто не читал, поняли, что это еще. А сейчас они поняли. Он помещик, он сидит в поместье. Он главный в этой семье. Там всего будет, блядь, три семьи, в которых дело происходит, основных. И это один из глава одной из семей первой, в которой происходит действие. Помещик, мужик лет 45. 42 года ему, или 44. 44, по-моему. Прикинь? Да. А он описан как старый. Да, Михаил Григорьевич, это хуйня, что там написано. Вы не читаете эти... Не, не, ну описано там старый он, потому что у него случилась трагедия. У него умерла жена, и он очень сильно переживал, и там что за пару недель он посидел. И из-за возраста. Да, и поэтому он выглядел. Ну и также плюс возраст. Он типа пухленький, поэтому его старит. Если бы, понимаете, худые так не выглядят в 44. Вот. Он немного хромает. Да? Вы вот вообще не хромаете. На вас смотрите, думаете, что это за бойкий мальчишка. Припрыжку идет. Дальше он воспитанный. Опять же, отличает его. Ну и он добрый и справедливый. Тут он скорее Санек. Вот. Дальше. Кто еще есть, Орек? У тебя хорошо получилось вспоминать персонажей. Ну приказчика ты вспомнил еще. Прокофьича. Ну кто-то там был еще. Ну как кто? Персонажей. Чей отец, Кирсан? Персонажей 50 еще там было. Чей отец, Николай Тихонович? Все ездили друг к другу. Ты уже упоминал. Чей отец? Чей отец? Чей отец? Отец кого? Дайте я буду вашим языком с вами общаться. Чей отец? Чей? Чей. Так это наш вопрос. Мы тоже. Твой отец? Твой отец? У нас такой разговор будет. Видимо. Это книжный клуб. Здесь любой человек может прийти и высказать свою точку зрения. Если она такая, значит такая. Ну чей он отец? Просто скажи и все. Отец ребенка. Ладно, мы так все ведем, будто никто кроме Санька не знает, чей он отец. А почему мы выпытываем именно его? Санька кто? Не знаю, с ним какой-то такой... Вы на меня накинулись сразу, поэтому я больше ни слова не скажу. Я вот, например, Дим вообще ни слова не произнес вообще за полчаса. А вы на Санька накинулись сразу. У меня никто не накинулся. Я поэтому ничего не произнес. Давайте на Диму накинемся. Не надо на меня накидывать. Ну уже страшно, на самом деле. Когда перед тобой школьника прям ебут, одноклассника. Да, да, да. Я не буду отвечать. Да, да, да. Я дождусь конца урока и пойду домой нахуй. Ну был брат еще у него. Павел Кирсанов. Павел Петрович. Петрович Кирсанов. Правильно. Вот он как раз военный, кстати. Он как раз военный, кстати. И аристократ. До мозга костей. И он вообще весь приличный, в британском стиле такой. Да, да, да. У него даже ногти красивые. Да. Как в фильме «Джентльмены». Хорошее уточнение про красивые ногти. Ну типа как будто бы сразу чуть-чуть погружает в атмосферу того времени, когда у всех ублюдские ногти. Ну типа маникюр уже слез весь почти. Ну женщины в 18-м... Надо понять, что дело-то в Марьино происходит. Да, да. Там много маникюрных салонов. Марьино имение Кирсановых, которое названо в честь погибшей супруги Николая Кирсанова. Мэ Марьи. Блестяще. Что вы еще должны знать? Приезжает Аркадий. Он про сына надо рассказывать. Аркадий сын, главное, Николая Кирсанова. Молодой. Он студент? Он вот приехал из вуза. Приехал из вуза. Выпускник. Выпускник. Со своим другом Евгением Базаровым. Нигилистом до мозга костей, как тот англичанин до мозга костей, этот нигилист. Аркадий в душе романтик, но находится под влиянием своего старшего товарища. Который, как окажется позже, тоже в душе романтик. Который на самом деле тоже. И можно было и не выебываться с самого начала книги. Абсолютно. Что с тобой такое, Женек? Где ты вообще учился к кунг-фу? Я долго искал мастера. В пустынях, в горах, в снегах, во льдах. В итоге, нигде не найдя, я обратился к мастеру из объявления в своем подъезде. А ты довольно хорош. Где ты учился к кунг-фу? О, Женек, я нашел мастера кунг-фу на авитоуслугах. Это заняло совсем немного времени. Там огромное количество опытных мастеров. Можешь почитать отзывы, пообщаться с каждым из них. И найти хорошего специалиста, который идеально подходит именно тебе. Подожди, там мастера только по кунг-фу? Нет, ты что, Женек? На авитоуслугах огромный спектр специалистов. Там есть услуги по строительству, ремонту, в том числе и бытовой технике. Услуги по красоте и здоровью, что бы это ни значило. Услуги по перевозкам и куча всего другого. Слушай, Лех, так может тогда там и наймем себе строителей, а не будем готовиться к битве с теми мужиками, которые представились нам строителями и назначили встречу под мостом? Хорошо, Женек, давай так и сделаем. Но это после. А пока, Женек, пойдем пить чай. Приезжают в имение к родителям Аркадия, где сразу какой-то негатив к Евгению Базарову испытывают. Что неудивительно, потому что, может, на секунду остановимся на том, что за персонаж вообще Базаров. Базаров главный персонаж советской школы, чтобы вы понимали. В советской школе все сочинения об отцах и детях были только о Евгении Базарове вообще. То есть это был главный персонаж. Хотя на самом деле я вот сейчас прочитал редкое чмо. По сути. По сути, да. Душнила. Душнила, я так сейчас называю душнила. Чистая душнила, да. И чисто без позиции. Вот сейчас была бы как тема сочинения там Евгений Базаров как представитель типичных душнил. Да. И это было бы справедливо. А в советской школе о нем говорили как о предвестнике каких-то грядущих перемен в России. Понимаешь? Ну и в итоге так и случилось, кстати. В итоге он и мыслал. Ну Евгений Базаров вообще привлекательный персонаж. Чем он привлекательный? Ну тем, что он всех посылает. Тебе как Жене Сидорову нравится человек, который всех посылает. Так? Евгений Базаров классический нон-конформист. Нет, я как школьнику, школьник читает, он вот видит Моргенштерн, он думает, вот Евгений Базаров настоящий. Моргенштерн, Базаров современного. Ну нет, у Моргенштерна не Базаров, все-таки Моргенштерн, у него есть позиция. Да, да, да. Типа выебать всех сучек это позиция. У Базарова такая же, на самом деле. У Базарова нет позиции выебать всех сучек. Как? Вспомнил, он приехал в город, когда вместе с Аркадием. Чего его интересовало? Бухнуть шампанского где-нибудь? Да ну девчонок подцепить. Ну это такое у него было, эта мысль была вторична в нем, она не была у него первостепенной какой-то задачей. Он женщин вообще не любил. Не цепляй. Он говорил, что он презирает всех женщин, которые не способны поддержать диалог адекватно. Не, он говорил, что только некрасивые женщины могут поддерживать диалог. Вот так он сказал. Не, он говорил, что презирает всех женщин, которые не умеют поддерживать диалог. Красивых. Красивых? Ну давай, это два отдельных диалога. Он вообще женоненавистник. Да, да, да. Если что, по факту, он прям постоянно он еще их там бабы все время говорит, да эти бабы. Но я уверен, что если бы он родился в наше время, он был бы профеминистом. Потому что нужно отрицать существующие ценности. Я не понял, как он был бы профеминистом, если бы он жесткий сексист прям. Но сейчас бы он поддерживал новую этику, наверняка. Говорил бы вот это, редакторка, режиссерка. Не, ну у нас все равно говорят. Да, уверен вообще. У нас традиционная ценность найти себе девушку умную и что, ну традиционные ценности у нас. Что, у кого, у вас? У нас. Он имеет в виду у семейства Сидоров. У нас. Да, у Удмуртов у нас. А у вас? Он против традиционных ценностей. У нас традиционные ценности, это до сих пор типа институт семьи. Ну, нет? Конечно. У молодежи уже нет такого института. Я тоже что-то не очень понимаю. У зумеров нету института ценности семьи. Потому что они нетрадиционных ценностей придерживаются. Зумеров в основном нетрадиционные ценности. Зумеры и нигилисты? Все молодежь, все нигилисты? Да, да, да. Ну вот он, я когда читал, я думал, блин, ну я таким был в 15 как раз. Когда ты такой, все, отстой. Ну ты и в 44 так плохо выглядеть не будешь, как персонаж этой книги. Здесь все ускорено немного. Все, отстой, твои предки отстой. Да, да. И мои предки отстой. Все предки. У меня была ассоциация, когда я читал, что он выглядел как эти готы из Саус Парка, которые сидели и у себя наслаждались своим одиночеством и тем, как мир против них. Вот я такую какую-то картину представлял, что он такой же. Приехал такой. Отцу этому говорит. У тебя по хозяйству говно вокруг. А у тебя, блин, вообще хуйня, ты военный. Это же как раз, какой там год описывается? 59-й? Типа два года до отмены крепостного права. Ну то есть это последние годы российского бизнеса с самой дешевой рабочей силой. Нет, да, да. Но там уже идут перемены какие-то. Там уже бизнес не просто, типа, сделал, отдал. А там, типа, позанимайся сам, половину. Там оброк появился. Ну поэтому и поместье у них разоряет, собственно. У них же денег совсем. У них так мало денег остается, что они для своего бизнеса могут покупать билеты только на авиасейлс. Потому что авиасейлс теперь и для бизнеса. Давайте немного по сюжету быстро пройдемся немножко. То, что мы пропустили. Что у... Аркадий возвращается из универа домой и встречает отец. У них сразу начинается все с конфликта из-за того, что Базаров достаточно конфликтный петух, скажем так. Ну, по отношению к ним, как бы. Но надо также отметить, что в доме, в поместье вместе со всеми этими ребятами живет еще Фенечка. Это новая девушка, значит, отца Аркадия, от которой у него ребенок маленький. Да, отец немного стыдится перед Аркадием. Потому что не знает, как сказать. Да, что он нашел какую-то крестьянскую женщину, не по статусу себе. Аркадий такой снисходительный... И не по возрасту. И не по возрасту. Что значит не по возрасту? Да, это... Объясни мне, пожалуйста. Ну, это я так сказал, это в их мире, опять же. В моем мире любая разница нормальна от нуля до ста. От нуля до ста. Даже если кому-то сто, а кому-то ноль, это... Да, я считаю... Тем не менее... Это по возрасту. Это нормально. Любви все возрасты покорно. Верно, верно. Ну, мне кажется, там не было разницы. То есть помещик, мне кажется, мог... Ну ей реально 14. Ну я могу тебе сказать разницу. Ей сколько фенечки? Она на 21 год его младше. Я так понимаю, фенечки 18, это вот чисто номинально... Ей 23. 23? 23 года, да. А ему 44. Да, 21 год. Вообще не разница. Это совет да любовь. Как раз ее можно под себя подделать, да? Да-да-да. С компоновать там как надо тебе. Характер ее сковать, хоп-чоп. А тебе сколько, Женек? Мне 26. А вам 53? Хорошая разница. Нормальная разница. 27 лет. У вас даже больше разницы, чем у фенечки с этим. Нормальная. Но его уже трудно будет подделать под себя. Меня уже не исправить, Михаил. Либо берите так, либо никак. Стерпится, как говорится. Отцы и дети. У Павла... Павла Кирсанова. Кирсанова. Блин, фамилия тяжелая. Очень тяжелая. Кирсанов. Далее спор. Павла Кирсанова с... Да, они знакомятся там вот так вот, что Павел изначально не взлюбил, значит, Базарова за его неопрятный внешний вид, что он вышел весь у него развязный, и то есть он поздоровался, значит, со племянником, а этому просто молча поклонился. Типа, привет. Базаров, кстати, там говорит, что для чего он до сих пор прихорашивается. Тут женщин-то нет. Да, что деревня. В деревне глупо ходить с иголочки вот так вот шикарно. А меня, кстати, Аркадий бесил вначале вообще очень сильно. Чисто из-за имени? Он общается с отцом, знаешь, как он его называет там все время? Папаша. Прикинь? Он прямо так в разговоре говорит, «Папаша, привет». Или там «Как дела, папаша? Сколько времени, папаша? Папаша, дай денег». Или вот такие у вас разговоры еще, в принципе. Хорошо, что не было никакого Паши рядом. Так было бы как-нибудь. А как-то был Паша, Павел. А, Павел. Он был Павел, кстати. Папавел. Папаша и Папавел. А как надо было? Папуля? Ну, не знаю. Папенька? Или Папаня? Ну, Аркадий говорит, что ему неловко было от слова «папа». Он хотел что-то более взрослое, как-то по-взрослому его называть. Папаша? Папаша реально звучит как будто бы «сейчас я поставлю тебя на место». Типа «папаша, огоньку не найдется» вот это вот. Типа «папаша, завали ебал». Это нормально. Я хотел вот это то, что Базаров говорит, что он одевается для женщин. Сейчас так же говорят, что женщины одеваются для мужчин. Типа, ну, она так оделась. Конечно, ее выебали. То есть, она так оделась. И он так же говорит, ну, он так одет. А он для себя одевался, я к этому говорю. Он просто аристократ. И он просто нравился такой стиль. Он просто считает, что его тело – это его дело. Да-да-да. И на маникюр, то есть. Ну, на самом деле, историю-то по Павлу Петровичу тоже неплохо рассказать. О нем целая глава есть, рассказана его история, что с ним произошло, почему и как. Да-да-да. Хотите рассказать или, может, Димон хочет? Димон, конечно. Ну, он был военный. Суперкрутой военный. Суперубийца-киллер. Мега-хитман. Наемный рыбокоп практически. Том Круз в миссии неуполнима. Вот такой чувак. И тут бац, влюбился. Любовь, как всегда. И любовь безответная, что самое главное. И что-то он шлялся за этой книгой. Они там замутили. Не шлендрой, а книгой. Это разные вещи. Потом она с тыла к нему, кинула его, уехала за границу. Он кинул службу, поехал за ней. Поехал за ней, да. Это вообще, это вообще пиздец. Прикинь. Ты бы сейчас поехал за Кеню. Вообще ни за кем бы никогда бы не поехал. Во-первых... Даже во Флоренцию? Даже тут, ну да, конечно. Да, все-таки из России он поехал. И что бы я там делал во Флоренции? Не знаешь, шлялся за ней. Ну что бы я делал? Я бы просто ходил как идиот. И искал, где она ходит. Меня бы спрашивали, что ты здесь делаешь? Я бы сказал, я бы говорил, моя бывшая здесь. Мне бы говорили, да, хорошо, а ты что здесь делаешь? Я бы такой, а я здесь, потому что она здесь. Это хорошо, что они не уточняют, а сколько вы встречались. Потому что ты такой, а нисколько. Она никогда не любила меня. Да-да-да, просто ужас. Не, ну у них месяц-то были шура-муры. Я бы, скорее всего, такой. У меня были бы выпученные глаза, я бы не моргал, скорее всего, вообще. Просто смотрел бы прямо, мне говорили, так она не любит тебя, что ты здесь делаешь? Я такой, ну она здесь. Прямо на границе пограничники тебе бы говорили это. Цель приезда. Она! Вон да! Кто она? Женщина, которая уехала от меня за границу. Ну, на самом деле, там написано, что он как бы так за ней ухаживал, что она начала его избегать в какое-то время. Ну, давай дальше, да. Она навсегда загадочной для него осталась. И в итоге он возвращает, он устает от этого, он получает отказ, возвращается к себе в имение, и ему отправляет она его подарок, какую-то брошь он ей подарил. Она умерла от холеры. По-моему. Она умерла реально от холеры? Ну, сначала отправила брошь. Да-да-да. Но сначала отправила брошь. Она поэтому и отправила, потому что умерла от холеры. Умирала. Да, и вернулся он в Россию, после этого... Помыкался и потом приехал. Помыкался в Европе. Да. А, и одновременно и у Николая... Ну, брата его младшего. У брата, умерла супруга. Да. И у него тоже вот эта трагедия. Ну, это все параллельно, да. Когда она ему брошь отправляла, там было написано, что она уже не в своем уме была. Такое, да, точно, точно. Но это не точно. Если уж она этому ебанату брошь отправила, видимо, не все было в порядке. Она отправила кольцо. А пришла брошь. А пришла брошь. И это и проявилось ее помешательство. Почта России. Почта от царской России причем. Аркадий и Евгений Базаров уезжают от своих родителей. Там пришло какое-то приглашение им из другого имения. Не, не. Это, кстати, интересно. Там бывшие... А ничего ли ты не перескочил? Перескочил еще как? Ну, немножечко перескочил, потому что мы не рассказали немножко о буднях Евгения Базарову, что важно тоже. Вот говорит о Евгении Базаре. Приезжает чувак в гости к своему другу. Живет на всем готовом. Ему, понимаешь, комнату дали. Кормят его. Озеро лягушек для опыта. А он, да, он с утра идет и начинает резать лягушек, например. Это что? Не, не, ну это странно. Но все-таки я думаю, что он не думал, типа, ох, сейчас я украду лягушек, и пока никто не знает, разрежу пару их лягушек, которые они хотели разрезать сами. Он себе представляет это обычной жизнью. Мне больше не нравится, как он общается со всеми, кто там живет. Там еще написано, что к Николаю он относился сдержанно, но опять же, блядь, 22-летний пиздюк приехал и снисходительно относится к отцу всего этого. Он, типа, был добрый человек, поэтому Базаров к нему отходился снисходительно. А Павла он сразу не влюбил и говорил, что он щеголь. Да, и там вот до того, как они уехали в имение, вот до того, как они уехали в город на тусовку, да, на тусовку, там, значит, у них был конфликт с Павлом как раз. Да. Это в этот момент? Да, да, да. Когда был жесткий конфликт на тему русских. Это там было, да? Угу. Да. Они с Павлом больше не будут общаться. Это, наверное, одна из самых, это, наверное, один из ключевых моментов вот этого пребывания. То, что там вот все это накалялось, 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 и перед отъездом потом был этот конфликт по поводу русских. Что там было? Он говорил, что для русских, что русские... Россия. Наверное. Блин, сейчас, значит, как бы Базарову не прилетело после того, как я... Расскажу, что он говорил про русских. Что говорил Базаров про русских? Базаров говорил что-то там, что-то неприятное, кстати, про русских. Он говорил, что русские заслуживают презрения. Да, что русские заслуживают презрение, и что их поддерживает только вера. Что это единственное, что есть у русских. Как мы уже говорили, Базаров пренеприятнейший тип. И потом он говорит, ну скажите, что не стоит разрушать из основ ваших? Что у вас все традиционные ценности, в чем хороши? Он говорит, ну вот общинность. И он говорит, ну ваша общинность, вот у вас имение тут разрушается, мужики воруют, пьют, общинности никакой нет. Какой-то мудак у вас на пруду лягушек препарирует. Как вам ваша общинность? Да-да-да, а они только рады, дружат со мной все. Да, там клевый вообще диалог на самом деле у них был. Потом он говорит, что семья у нас, ценность семьи сильная. Он говорит, а снохачество как же? Я загуглил, что такое снохачество. Это когда отец спит с дочерью старшего сына. Нормально тоже разъебал, по фактам. По фактам, да, это что за хуйня? Отец спит с... С женой сына старшего. С женой сына старшего на правах отца именно? Да-да-да. Просто? Ну, ради кайфа, в основном. Может, был какой-то глубинный смысл. Да, он приходит такой, ничего себе, сынок. Ну, проверить ее можно. Дай-ка я попробую тоже. Да, проверить, это вообще суп, мне всегда нравится. Это так у племен у старых, знаешь, тоже все время. Надо проверить, как она. Да. Нормальная. Да-да-да. А жена его отца проверяет его сына. Там все справедливо. В этот момент крестьяне проверяют друг друга на дворе. Короче, не находят... Ну, ты как-то не макутрируешь этот разговор. Он действительно носит символичный характер, как представитель... Ну, кто этот Павел? Ну, там четко понимается... Павел Кирсанов, там, представитель идеологии, там, я не знаю, 30-х годов 19-го века, спорит с человеком в 60-х годах. Ну, мы уже обсудили, что Базаров все отрицает. Там 30 лет разницы, да. И все такое. Но здесь вопрос воспитания, извини, здесь вопрос... Я не могу себе представить, что я приезжаю в гости, вот я, например, приезжаю в гости к какому-то своему другу. И у него, у родителей, там, совсем другие вообще какие-то авторитеты, другие точки зрения. Я их выслушиваю и такой, ага, про себя думаю, ебнулись. И уезжаю, и больше никогда не возвращаюсь. А он прям такой, я вас сейчас тут всех прям посреди вашего имения по фактам разъясню. На самом деле нет. Он сам никого не провоцировал, он лишь отвечал на какие-то... Этот спор последний начинал? ...предложенные ему, да-да-да. Павел Петрович сам начинал диалоги с Базаровым. У себя, потому что брат Павла Петровича Николая услышал, что Евгений... А, что они обсуждали за спиной Николая Петровича. Да, и говорил, что он уже все... Что у него, да, песенка спета его. Песенка спета. И поэтому Павел Петрович разозлился и говорит, сейчас я его урою на этом обеде. Да-да-да, и Павел Петрович изначально вообще настроенный на драку приходил туда. Так что, он ходит у себя по поместью и слышит, как эти придурки из университета, которые приехали, стоят его там хоесосят. Но я понимаю, в этом плане придурки могут... А они что, подслушивают? Диалоги чужие? Там вот такая ферма была прям. Он же не богатый помещик. У него не было там виллы огромной. Не, мне просто кажется, что... Действительно, ты можешь хоесосить кого хочешь, но странно делать это в доме, в котором ты живешь на всем готовом, в котором тебя встретили, из-за тебя все платья. Вот так вот есть еду и такой, ну, конечно, хуйня. Подсыптим еще на той хуйне. Вот той хуйне, которую добыли ваши загнивающие крестьяне из вашего общинного строя. Да, но у вас так, конечно, ничего не выйдет здесь. Да-да-да. Так вот поел такой, ну, это, конечно, все хуйня на самом деле. Я побуду здесь еще 16 недель. Не больше. 16 недель и уеду. Но так вообще полная хуйня. Я вот дольше не могу остаться только из того, какая хуйня здесь. В итоге после этого спора у отцов, у братьев, отцов, у братьев диалог про то, что один Николаев вспоминает, что я тоже как-то с мамой спорил и говорил ей, ты, тебе меня не понять. Я вспомнил еще, прости, женек, как они, а как они к Пушкину относятся? Пушкина не уважают. Ты представь? Значит, Павел Петрович, кто там, Николай Петрович читал Пушкина, он любил стихотворение. И читает, Пушкина сидит. Подходит, значит, ему сын, забирает у него Пушкина и дает ему какой-то духаст. Какой-то. Правильно? Так и не было. Ну, эти братья обсуждают, что, может быть, что-то правда в их есть в словах, может быть, мы действительно чего-то не понимаем. Но духаст ему не понравился. Духаст ему не понравился. Ну, духаст ему не понравился. И Павел Петрович Черно остается при своем мнении. Да. Он считает, что это, блин, малолетка, которая ничего не понимает в этой жизни. Он завязли мы в этом. Пошли дальше. Ну, хорошо. Ну, значит, они едут на тусовку к губернатору местному. Да. Не губернатор, нет. А как его? Кто он? А там Решала. А, там что-то, да, была такая ситуация в городе. Решала из Москвы. И вызвали Решалу из Москвы, который, ребята, там решенки делали. Не из Москвы, из Питера. Мистер Вульф. Тогда по-настоящему столица была в Питере. Да, да, да. Понимаешь, у нас. Да. Ну, кайфовали тогда, небось. Как сыр в масле. Да, 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 да. Ну, все, теперь вы культурная. Какие же времена были. Теперь вы самые известные торговши шавермой в мире. Город пекарей, блядь. Что ни улица, пекарня. Я уверен, Питер на огромной печке стоит. Вообще там под городом пекут. Не вмешивайся, не спугни эту сцену. Я не знаю. Ты выговорился? Ну и Москва тоже, конечно. Москва с этими пробками, блин, да, тоже. С этими ценами. С этими деньгами. С этими возможностями. Поехали они в уездный город какой-то. В уездный город. Тусоваться. Потому что их позвал в гости вот этот вот друг. Отца и Калязин. Калязин, его фамилия молодец. В общем, он позвал отца вообще. Да, он позвал вообще братьев. И братьев, братьев он позвал. Они, кстати, вообще особо все не ждут приглашений. Они типа все приезжают в гости. Да. Уездный город, ну я не знаю, как кто, что. Икс, город Х. Например, как город Калязин. Ты был в Калязине когда-нибудь? Да, он по пути на дачу ко мне. И что там, прям вот так? Поехали, Лех. Давай там-то продолжим сужать. Это уездный город. Мы можем только уехать. А как попасть туда? Никто не знает. Неважно, какой-то губернский город. Они туда, значит, приезжают. Не уездный, а губернский. Губернский, хорошо. Там, значит, их зовут на бал. Они в городе ночуют буквально день. Там они услышат историю про некую... Не, ну да, они... Одинцову. Одинцову. Слушай, там они слышат только историю. А, а-а-а-а-а! Не, они встретили. Туда приезжает в город к ним их кореш. Базаров встретил своего другана. Да. Ситников приезжает к ним их корешок. Короче, друган их прибудет. Давайте короче все. Да, да, да. Да, блядь. Давайте. Короче, через другана, которого они встречают на улице. Они находятся с какой-то местной, продвинутой, феминисткой. Супер, да, просто. Которая кормит их завтраком, они выпивают за завтраком. Насекундочку. Пять бутылок шампанского. Насекундочку. Насекундочку. А, это сильный пирожок. Это утро в слюне. У меня есть такой друг грузин. Он называет такие завтраки резкоконтинентальными. Они заезжают туда как раз только из-за шампанского. Евгений спрашивает, красивая вообще эта девчонка? Говорит, не очень, но у нее есть зато алкоголь обеспечивая. Да, да, да. Да. Тусуются. Они как подростки такие, бухло, мы едем. Едем. Да. Не слушают ее байки, рассуждения. Но ей там тоже, ей 20 сколько, 8 лет. Она взрослая, у нее там тоже что-то с мужем тоже был, да, бывший ее муж Одинцов. Она просто рассказывает им, что вот приедет какая-то Одинцова. И они встречают, потом они идут на бал, и вот на балу они встречают эту Одинцову. Да, слава богу. Одинцову. Одинцову, Катя Сергеевна. Да. Анна Сергеевна. Анна Сергеевна, да. А, Катя, это есть сестра младшая. Да. Ты с ума сошел, что ли? Ты что? Анна Каренина, по-твоему. Анна Каренина, по-твоему. Я только не знаю. Анна Каренина точно такая же душнила, как остальные. Они все время страдают. Все остальные женщины, все, что делают во всех русских книгах, это страдают и ждут. Мне просто нравится такой тип пальчик. Нет. В смысле? Мне вот это нравится. Анна Сергеевна тоже страдает. У Анны Сергеевны, она такая, блядь, ебить, все у меня делали в проворот. Что она страдает от того, что она не может полюбить, но хочет. Ну, блядь. И она не мно не может. И в этом ее встречается, в этом ее страдание. Что она все ходит, такая, блядь. Полюбить бы, блядь. Да некого, да нехуй. Да и так и не полюбила, прикинь? Так и не полюбила. Я-то по-другому это увидел. Я такая, типа, я бы хотела любить, но что-то все вокруг какие-то хуесосы. Некого любить. Нет, она не такая, нет. Она говорит, я бы полюбила с удовольствием, но дел во. Бизнес вумен. Вот именно. Да, но спокойствие дороже вот этих авантюр. Но я говорю, она чем-то занята. У нее своя жизнь, у нее свои какие-то мысли, у нее свои приоритеты. Она, в отличие от всех остальных женских персонажей в русской литературе, она не такая, типа, ой, как плохо, я буду ждать и думать, что случится. Объясни мне тогда, что ей переживать? Она богачка, она самая богатая, если что, из всех в этой книге. Вышла замуж по расчету. Она вышла замуж по расчету. Да, пережила мужа быстренько своего. Да, у нее куча бабла. Вообще. Че ей обламываться? Естественно, при таком капитале, как у нее, что тебе остается, кроме сидеть и размышлять, типа, блядь, вот бы полюбить. Ну, я не знаю, я просто, я вам говорю о том, что меня вдохновляет персонаж. Я смотрю на нее и думаю, ну, если она смогла... Тебе нравятся деловые женщины просто? Там про нее, кстати, упоминается, что если бы не этот капитал, она бы, может, ринулась во все эти омуты страстей. Но из-за капитала, думаю, это лучше так, по спокойствию. Но у нее, кстати, молодость была нищая. То есть ее отец игрок, игроман. Ну вот, кстати, есть такое выражение. Тургеневские барышни. Правильно? Каждый из нас слышал его, наверное. Тургеневские барышни такие чувственные. Вот, покажи еще раз. Да. Вот это, как ты говорил? О, боже мой. Думаю. Вот такие, да. Что за день у меня такой? Да. Пойду попью чай, полежу в саду, подумаю. Да-да-да. Если правильно поставить слово... Она не такая, вот что я тебе сказал. Она такая вообще. Хотя тургеневская. Обожаю преферанс, ненавижу анал. Я когда он говорил нежные барышни, подумал наоборот как раз. Это тургеневская женщина. Мне кажется. Ну хорошо, так Санек себе представляет тургеневских барышень. Не важно. Но она не типичная тургеневская барышня совсем. Она очень деловая. Она четко... Вот эта эмоция и рация у нее вообще четко разделены. Она любит анал. Это... Там, не знаю, может быть у нее там... Кстати, Анна Сергеевна Одинцова стопудовая, я уверен. Откуда ты знаешь это? Я уверен. Это в характере у нее чувствуется. А как ты это понимаешь? Ну вот она, то, как она ведет себя, как она говорит, она как будто вообще то каналы любит. Ну подскажи, интересно. Ну вот она ходит, например, когда они гуляли с... Ну мы когда дойдем, когда они вот гуляли с Базаровым. Когда она вот в этих терзаниях ее. То есть, но при этом есть какая-то твердая позиция. Грубо говоря... В чем ее позиция? Она гетеросексуалка, но не против экспериментов на какое-то время. Я думаю, она скорее доминатрикс. Она, то есть, не против анала, но не своего. Конечно, я хочу сказать, что такого анализа Тургинева я еще не слышал. Если бы мы так в советских школах разбирали, было бы не оторвать от книг вообще. Ну смысл в том, что она человек, которому вот типа, знаете, во все времена такие есть. А женщина, женщина, которая под патриархальный строй, ее никак не угнетает. Она в рот ебала патриархальный строй. И все у нее сразу четко. И у таких персонажей в книгах того времени их фактически нету. Мне бы понравилась Одинцова, крутая. Одинцова крутая? Немного балла пишем, что вот эти, Евгений и Аркадий, два аутиста на этом баллу. Ну, они оба, один не умеет танцевать, второй выше этого. Оба сидят. Да, а второй в целом с перспективой на экстравертизм какой-то. Ну его душит этот, блядь, аутист, который говорит, стой рядом, они убьют нас все нахуй. Он такой, хорошо, наверное, да. А вот вопрос, вопрос. Именно Малуму, можно я задам? Скажи, а вот тебе понравилось, как вечеринки были организованы тогда? Конечно. Танцуют только военные, это круто. Так, чувак подходит к барышне и говорит, следующая мазурка моя. К моей барышне. Ну, например. Я говорю, нет, следующая мазурка твоя, нахуй. Твоя с самим собой мазурка. А это моя барышня, блядь. Не знаю, мне понравилось. Как это организовано было. Ну, вообще, это, конечно... Не, это прикольно, что они умеют танцевать. У вас разный возраст просто. Что они все танцевали какие-то танцы. Не надо каждый раз работать. Ну, там только танцы. Мне вот это было скушно. Мне вот это нравилось. Там только танцы. Нет. Сначала танцы, потом был банкет уже. Не, ну, смотри, просто это круто выглядит в общей конве. Дело в том, что они все умеют танцевать. Там все умеют танцевать мазурку. Все, кто на тусовке, умеют танцевать мазурку. Соответственно, в едином каком-то ритме и порыве общая картина танцев выглядит потрясающе, я уверен. Но я не умею танцевать мазурку. Поэтому, когда мне говорят, там все тусуются и танцуют мазурку, мне было бы там некомфортно, потому что я не умею танцевать мазурку. Ну, ты бы научился. Ты бы умел танцевать. Ну, конечно. Если бы ты окончил хотя бы три класса в этой. В университете мазурки? Ну, сейчас у тебя в школе была биология, химия, физика. А в то время у тебя было бы вместо всех этих предметов мазурка. Мазурка, преферанс. Такие предметы. И плаканье в саду. Езда в карете. Езда в карете. Правильная. Странно, кстати, что Аркадий не научился танцевать. То есть это в наше школьное время, не знаешь, какой танец учить. Тектоник, брейк-данс. А у вас одна мазурка? Ну, вы учу. Ну, неправда, там не одна мазурка. Там минимум три. Вальса еще не было. Нет, Аркадий-то танцевал более-менее. Это Базаров вообще не танцевал. Базаров, но он не танцевал не потому, что не умел. Нет, он там сказали, что он не умел. Ну, и не хотел учиться. По-моему, он не хотел просто. Ну, может быть, и не умел. Еще Ситников тоже с ними стоял. Всех хуесосил. Они еще втроем всех хуесосили. Мне вот это понравилось. Чисто на выпускной недорочилой. Но я на школьной дискотеке себя так же чувствовал. Я тоже стоял такой, что я танцевать буду, что ли? Как лох. Как вот эти педики. Да, да, да. Аркадий заинтересован в Анне, главной героиней ее. Аркадий сразу влюбился в нее. Но не знает, о чем мне рассказывать. И в итоге рассказывает, какой у него друг крутой. Вот это, по-моему, полный отстой вообще. И это просто какое-то самобичевание вообще. Да, да, прикольный момент, когда они рассказывают, и она оборачивается в танце на Базарово, просто смотрит. Это как они? Вот так танцевали? Мазурка не так танцует. А как, например, танцует Мазурку? О, это длинная история. Но ее вот надо показывать. И не мне. Я думал, я думал так вот. Вот так мы танцевали, наш коллег-дискотик. Анна говорит, приходите с вашим другом ко мне в гости. Чему ребята рады. И они с утра, вот меня тоже поразило. Приходят в гостиницу к ней. Прикинь. А я не понял, вот это меня тоже смутило. Она в гостинице живет или что? Она жила в городе, они же тоже жили в городе в гостинице. Она тоже приехала на бал, и они там остались на какой-то рим в гостинице. Я подумал, они сняли гостиницу, чтобы встретиться. А что такого, чтобы прийти в гостиницу? Не, я подумал, она... Я не знаю, как-то странно вообще. Хоть в бар пригласили. Она же позвала в гости. Она же сама позвала в гостиницу. Она говорит, приходите в гостиницу. В мой номер. Я там одна. Ну и все, короче, да, я назову это к себе в Никойское, потом в свое... В общем, они поговорили несколько часов. Базаров там... Надо еще сказать, что Базарову она не понравилась. Но он сказал, что он не терпит свободомыслия в женщинах. И даже Аркадий, его друг такой, что-то ты... Базаров как раз после беседы в госейце сказал, что она хорошая. Что она крутая. Перспективная. Вот еще. Базаров посыпался перед ней. Да-да-да, Базаров занервничал. Базаров стал переживать. Болтать без умолку перед ней. Она их пригласила к себе в поместье в Никольское, в котором она была соответственно владелицей. Соответственно, она позвала туда, дабы погулять там с Базаровым наедине. Нет, обоих она позвала. Но она не могла не позвать обоих. В общем, они поехали к ним. Да, все они поехали в имение мертвого мужа Анны Одинцовой. Да, в имение мистера Одинцовой. Надо признаться, к 28 годам у Анны Одинцовой уже умер престарелый муж, оставив ей огромное имение. Мне интересно, в каком возрасте? Да какая разница? Любви все возрасты покорные. Я думаю, ему было 128. Наверное. Как раз он начал встречаться с Анной, когда ей было ноль. Ноль. Аркадий и Евгений немного обладевают от богатства ее. Знакомятся с Катей, с сестрой Анны. Младшей. Катя робкая, скромная и закрывается. Она от них... Чувствуется давление сестры властной и доминаторшей. Да, да, да. Аркадию нравится. Аркадию пока не нравится. Аркадию, Анна, нравится. Аркадий безума от Анны. Но Анна выбирает Базарова. Это ж важно. Я не понимаю, почему мы все опять пересказываем этот сюжет? Да нет, я больше всего хотел здесь сказать, что они опять заезжают на две недели. То есть они заезжают не в гости, а не такие, о, поживем тут пару недель и просто живут там пару недель. А тогда так и жили. Дело в том, что тогда долго было добираться от точки к точке, и тебе, естественно, было глупо тормозить там на пару дней. Если уж ты приехал в гости, побудет. На два часа заехать. Ехать два дня и такой, ну я так похавал. Чайку попью и поеду. Там еще никому нечего делать, они поэтому друг у друга живут в гостях. Но там, по сути, дел особо никаких нет. Да, там все дела, это выяснять отношения, да ездить друг к другу. Вот чем заниматься надо. Бал, влюбиться, разлюбить, поехать, вернуться. Если у тебя есть образование, и ты вхож в круги как бы высшего сословия, то ты в целом можешь просто ездить по гостям всю свою жизнь. Больше ничего тебе особо не надо. Знакомься с людьми, и если ты хоть более-менее приятный, и скорее всего тебя пригласят, там на месяцок можно затусить. И с кем-то ты там и замутишь. Да, да, да. Неплохо жили-то тогда, получается. Неплохо, конечно. Красиво даже, особенно если они и крестьяне. Да. Но у крестьяне у нас зато дело по горло, тоже интересно. У него нет времени на разъезжать по гостям. У него бизнес мощный. Прикольно, если бы крестьяне тоже ездили так от имени к имени, но только к другим крестьянам в этом имени. И они приезжают такие, у нас нечего есть. Мы приехали вам это рассказать. Ну ладно, мы дальше поехали. Анна и Евгений сближаются потихоньку, да? У них сейчас происходит диалог. Да, вот они начинают гулять. Они ходят, гуляют по парочкам. Все время гуляют. По парочкам, да. А, и Катя хорошо с Аркадием. То есть он не смущается при ней, а ей нормально в целом, что он влюблен в ее сестру, но все равно они открываются друг к другу. Там прикольно еще то, как она начинает, ему нравится эта Катя, когда начинает нравиться Аркадию, когда они первый раз уходят гулять с Базаровым. Давайте одну фамилию придумаем. С Барзарова? За Барзуровым выходит, значит, они уходят, пока гуляют. Она уходит первый раз, она сказала своей сестре, я об этом, помните, говорил вначале, что куча мелочей, которые нельзя не сказать. Не заводись. Значит, они остаются играть, Катя, ее сестра, играть на пианино, и в этот момент, пока она играет на пианино Моцарта, Аркадий Аркашин на нее смотрит, такой, ааа, Моцарт. А вообще, ну вообще нормально. Вот она, мне нравится, как там прям описывается, оценка его. Пока она играла, он не слушал, а он именно оценивал ее, как женщину, все это время. Он такой, ну в целом, вообще неплохо, да. И что, они влюбляются, у них диалог происходит, и пора им, диалог такой, то ли у них сейчас что-то случится, сближение резкое, то ли нет, нет в итоге. Там прям перед отъездом, значит, к родителям Базарова, он вбегает в комнату, в кабинет этой, значит, Анны Сергеевны, и говорит ей так, сяк, я тебя люблю, она говорит, он такой, да я любила тебя, она его, она его, да, сцена там реально достойная, вся эта сцена, вот это происходит, значит, и он уходит. На самом деле, она провоцирует его, чтобы он признался, он признается, и она такая, ой, он ее сжимает в объятиях, ей страшно становится, от ее взгляда. И она чуть-чуть касается его пениса, и назад. Нет! Нет! Ну и короче, да, здесь смысл такой, что здесь Базаров первый раз понимает, что он лох. И злющий уезжает к предкам. Да, да, да. Он прям чувствовал настроение, когда он приехал, вот после этого диалога, когда он приехал к родителям, что они его прям безумно рады видеть, а он такой, мам! Блядь! Сука, вонючий! А как будто у него в голове прям это крутилось, это сука! Я к ней пришел, это сука, мам! Родители Базарова потрясающие люди. Милейшие, добрейшие. Но слишком, наверное, обожают Базарова. Да, да, да. Но слишком любят. Чувствуется, что этот нигилизм, возможно, причина баловства какого-то излишнего. Всю жизнь его в попу целовали. Да, да, да. Реально, кстати, одна из самых здравых мыслей. Мне кажется, что вот сравните, там даже этот Николай, отец Аркадия, он же, ну, тоже мягкий достаточно человек. Но он хотя бы не совсем такой вот всеподдерживающий, беспринципный. И Аркадий как будто чуть-чуть адекватней. Но там, я думаю, смерть матери еще немного сплотила ребят. Да, Николай с Павлом его воспитывали на их два мужика. На общем каком-то горе они, я думаю, сплотились. И он понимал, что надо быть чуть взрослее, чем Базаров все-таки. А Базаров все детство был в любви какой-то сумасшедшим. Вот что будет, если баловать своего сына во второй половине 19 века. Вот так я представляю, что ему сказали в школе почитай Пушкина. Он начал читать. И потом такой, да мне не нравится, фигня. И родители сказали, ну не хочешь, не читай. И поэтому он вырос таким, да хуйня ваш, Пушкин. Хочешь, вон иди лягушку разрежь. Да. О, есть лягушка хуяна. Принес труп лягушке, посмотрите, и родители такие, молодец какой. Она прям мертвая. Он такой, да, это я сделал. Молодец, мой малыш. Аркадий с Евгением все больше расходятся. Аркадий видит, как родители любят его, но тут холоден к ним. И что, и они уезжают оттуда. Да, три дня он побыл всего-то у родителей. Три года он не был дома и на три дня приехал. Мать не могла отойти от него. Да, да, да. Вообще. Отец там с ума сходил, отдал ему свой кабинет под спайном. Все отдал вообще. Кормили, поили. Аркадия даже не кормили там. Вино покупали. Аркадия даже не кормили. Вино покупали. Вино покупали. Да, Аркадия в предбаннике положили. Аркадия в предбаннике положили. Сыночка, блин, мыли. Его чуть ли не мыли там со входа вообще. Да. Поэтому отношения. А кормили их как? Ездили там. Где-то курочку здесь, говядинку какую-то, черкеску. Учитывая, что у самих особо не было. У него отец врач, да, там мама. Ну, лекарь такой. Лекарь, да. А мама вышла, потому что ее заставили выйти замуж за его отца. Ой, про маму я потом там прочитаю. Цитата мне прям легла на душу. Про маму. Может, сейчас тогда? Сейчас. Вот. Значит, вот это мне нравится очень. Арина Власевна ее звали. Точно. Мать, мать. Так вот, смотри. Арина Власевна была настоящая русская дворяночка прежнего времени. Ей бы следовало жить лет за 200 в старомосковские времена. И там описывается она, значит. Она была очень набожна, чувствительна. Верила во всевозможные приметы, гадания, заговоры, сны. Верила в юродивых, в домовых, в леших, в твердые встречи. Короче, и вот важные ее скрепы, этой женщины. Верила, что если в светлое воскресенье на всенощной не погаснут свечи, то гречиха хорошо уродится. И что гриб больше не растет, если его человеческий глаз увидит. Понимаешь? И вот самое главное, что меня покорило. Верила, что у каждого жида на груди кровавая пятна. Я понял, почему вы запомнили цитату. Если вы хотите показать нам свою кровавую пятнышку, то не медлите. Ну, я так понимаю, что в этом тоже часть проблемы. Ее ограниченность взглядов не позволило ей воспитывать сына в соответствии со временем, в котором она живет. Так вот, а что, таких женщин сейчас нет, что ли, ты хочешь сказать? Конечно, есть. Я что, пустое место? Что в итоге? Они сейчас заезжают к Анне или нет? Да, они заезжают обратно. Лево поворачивают. Они едут домой и потом такие, а что? Может, к Анне? Да. А давай. Причем вообще без плана действия. И что неудивительно, она им не рада. Что неудивительно, что они ее успокаивают, что мы всего на пару дней. Да какое, да? На пару часов они остались. На пару часов в итоге? Да. Вот ты говоришь, время гостеприима, разъезжали все. А вот, пожалуйста, отворот-поворот. Так это же, ты заехал к женщине, которой недавно вы уехали, потому что ты признался ей неудачно в любви и вы решили, что больше не будете видеться. Бывает такое. Они заехали, значит, что успевает сделать Базаров? Извиниться за то, что произошло. Так. Сказать, что он уже как бы остыл. Все в порядке уже. То есть, нанес, прости. На что она такая, да, и ему лучше остаться друзьями, что слишком они одинаковые в своих каких-то убеждениях, в своих каких-то позициях. Слишком они одинаковые, идентичны. И надо бы разойтись. В этот момент параллельно Аркаша с Катей шуры-муры туда-сюда, там все только крепнет. Катя, по-моему, не вышла, она заболела, нет? Да. Но здесь другое издание было более дополненное. Но это просто не описали, как она болела, и, значит, Аркаша заходит к ней в спальню с апельсинами, лекарствами, и говорит, так и так, я тебя люблю. А она такая, Аркаша, вот так лежала такая, Аркаша, это ты. А темно было, да? Да, 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 темно. И он такой, Катя, это я. Да. Это было, да. Было такое, в общем. Бывал такое, да. И они возвращаются к родителям Арканья, Евгению. Да, там все хуже, только стал за это время. Значит, хозяйство разваливается, и друзья, они уже не такие, как выезжали. Они же вообще, мы забыли сказать, они же чуть не подрались. Чуть не подрались. А с Аркадием, когда начал Базаров, Павла ругать. Да, был. Да, мы это обсудили. И не первого причем. Ему имя не нравилось. А, так погоди, а это уже когда не вернулись была драка? Да, так там же дуэль была. Не, не, не. Это с Аркадием в доме родителей, когда они были у родителей Базарова. Он обзывает Павла. Он же, помнишь, во-первых, он хуесосит Одинцову, прежде чем прям к ней заехать. Он такой, эта бабенка меня не сломала. Ладно, может, заедем к ней еще по пути? И, собственно, возвращаются назад в Марьино, в имение родителей Аркадия, еще большими хуесосами, чем выехали оттуда. В моих глазах. И что там дальше, Леш, происходит? Дальше, собственно, ну что, там действительно все разваливается. И все, сюжет, собственно, приводит нас в то место, где Базаров и дядя Аркадия, собственно, до этого Евгений флиртует потихонечку с Фенечкой. Он не прям флиртует, потихонечку, он ее поцеловался. Он прям ее в губы жмякнул прям пару раз. Он еще такой, так вообще ловко. Вы видели этот флирт, да, вообще ловкий, когда там что-то цветы столько собрала. А что это за цветы у тебя? Да, да, да. А что это у тебя за цветы? А что это у тебя здесь? Там прям откровенные вообще домогательства были жесткие. Это все увидел кто? Ев... Ой, фу, Павел. Старший брат. Павел Петрович, значит, Павел Петрович, да. Ну, у него тоже, надо сказать, такие немножко больные соображения, потому что он решил, ему тоже нравилась Фенечка. Да, но проблема в том, что Павел Петрович... Нет, это факт. Нет, это сейчас узнается. Это узнается как раз, когда он уходит, и он такой, блин, чуть-чуть, Фенечка, значит, со всеми, как будто кроме меня тусуется. Вот так он думал. Ну, изначально дуэль, и Евгений думает, неужели он так за брата вписывается, наверное, у него тоже какие-то чувства к Фенечке. Это мысли Евгения. Ну, короче, он вызывает его на дуэль. На 20 шагов разница, на 10 шагов, значит, был у них расход каждый, то есть общая сумма 20 шагов. Каждый сделал по 10. Ты знаешь, как это происходило? Одна линия, и каждый на 10 расходится. А я посчитал, что 10 было... 10 шагов расстояния. Расстояние... 10 шагов от линии делает каждый. Базаров ходил, отмерял шаги, пока там что-то с пистолетами какая-то было. Я не сходится под... Потому что шаги же у всех разные в любом случае, понимаешь? Просто я подумал, что для меня тогда логично. Вот они начали стреляться, и этот, значит, Павел Петрович не попал, а Базаров попал в ногу. Да. Но и это они сделали лишь по шагу, типа, вперед. Я так понимаю, как работает дуэль? Они делают по шагу, и пока никто-то не попадет в кого-то. Чего? Ты имеешь в виду? Типа, раскройся на 10 шагов. Каждый стреляет, оба не попали. Все быстрые, любимые такие. Ну что, сделаем по шагу друг к другу и попробуем еще раз? Пока один из нас точно не умрет. Вот так, смотри, вот как я это представил себе. Значит, для меня просто было понятно, почему Базаров промахнулся в ногу. Потому что 20 шагов, это довольно большое изменение. Потому что он зажмурился. По 10? Он не целит, да. Он вообще не хотел даже убивать его. Ну просто, для меня это... Ну то есть, так бы, тем не менее, все равно бы тыкал куда-то прямо. А как промахнулся вот этот, хваленый военный. Вот непонятно. Ухо здоровенный. Ухо просвистело рядом с ухом. Ой, ухо. Да, тоже не военный. Я так понимаю, он был настолько крутой, что на войне он дрался двумя катанами, а здесь пистолет. И это совсем не его профиль. Или он славился тем, что всегда рядом с ухом пролетал. всех врагов. Он такой, пизж, все-таки, блядь. И он рядом с ухом, чуваки, реально. Павел выживает, Евгений перевязывает ему ногу, говорит, все. Там смешной, кстати, был диалог, когда он его ранил в ногу, и что этот ему говорит, ты можешь меня добить, этот Павел Петрович. А этот такой, ну сейчас я уже не враг, сейчас я уже врач. Сейчас ему надо уже лечить. Ты думаешь, это такой каламбурный? Да, да, и что он там его вылечил, и там еще подметили, что потом Павел Петрович лежал в комнате у себя с искусно перевинтованной раной, что типа Базаров там врач ни хуйский вообще. Ну врач, что он нормальный вроде. Да, как и отец. А он, кстати, не такой уж врач хороший, потому что он же умер в итоге. Пиздец. Спасибо. Всего доброго. Пока. Нет, я про Павла, я про Павла. Павел умер. Что про Павла? Павел умер? Какой Павел умер? Все про Павла. За него это все про Павла? Все про Павла. У меня все про Павла. Все про Павла. Павел там лежит и выясняется, что он влюблен был в Фенечку, потому что, ну не влюблен, но она напоминала в любом случае ему... Ему ту самую, за кем он охотился и за которой перестал быть крутой военный. И он дает совет своему брату, женись на ней, хватит вам этим грехом заниматься, ты должен... Да, то он так и будет сосаться с Базаровым, постоянно стоять с кем. Да, а и Фенечки, он говорит, ни с кем не сосись, вот он твой спаситель. Вот это да, да, да. Она говорит... И он прям уточняет ее, любишь? А, да. Не сосись ни с кем и не сосимо будешь. Он такой, всем сердцем, он такой, тогда не сосись ни с кем. И не сосимо будешь. И не сос... Да, ни с кем не сосись. Странно, что с тобой раньше об этом никто не понимал. Очень странно. что ж ты пососалась до этого? Я не знала, что... Не понимал этого принципа, кого любишь, с кем сосаться. Да, да, да. Так вот все. Но она вроде как в целом искренне не ожидала, что сосаться будет. Ну да, но она будто там написано, что она еще не сильно сопротивлялась, поэтому... Там чмокный, по-моему, он не сосался на слабом деле. Там такое было описание, что она слабо сопротивлялась, поэтому Базаров мог продолжить поцелуй. Мне кажется, она была вшокирована немного. Она вообще в целом запуганная такая девчонка. И если к тебе еще какой-то левый... Ну да, еще она крестьянка. В это время, пока Евгений разбирается там с Павлом, Аркадий уехал опять к Анне. Чатин. Да. Вдруг. Вдруг захотелось. Тут по сюжету важно действительно то, что он приезжает в очередной раз в поместье, в этот раз стреляет в одного из владельцев поместья, потому что сосался с бабой второго владельца поместья. И потом такой, ну, по-моему, теперь меня здесь совсем никто не любит. С Аркадием я тоже поссорился, я уезжаю. И вот он главный герой советской школы. А его прямо в Советском Союзе превозносили? Базаров всегда был положительным героем. Потому что он как бы был из тех людей, кто привел, ну, тем психотипом людей, кто привел к свержению царской власти. Аркадий в это время тусуется у Анны, но тусуется уже не с Анной. Тусуется с Катей. Собственно, они влюблены друг в друга, приезжает Евгений Базаров. «Смол ток». «Смол трэч ток». Небольшой коучинг-спич. Они выясняют, что уже особо не друзья. Евгений за время с Катей понимает, что он вообще любит, как цветочки растут, падают листва, любит природу. И с Евгением ему не по пути. Базаров следующий «Смол ток» у него уже с Анной. Тоже расход. Не по пути. Такая ситуация. Ну и все, все разошлись. Как? Стоп. Стой, ямба. Женек просто так разочаровался, что у Базарова с Анной не вышло, что он дальше такой «Да, блядь». Аркадий остается с Катей. Базаров уезжает к прессу. Смысл в том, что теперь Базарову нигде нету места, и он едет к людям, которые всегда его принимали, к родителям. Вот. Понимаешь? Да. Здесь в этой книге нам как бы говорят, что так или иначе... Какими бы уродами вы ни были, вас всегда примут в родительство. Всегда примут тебя обратно-назад. Это, кстати, очень классная мысль, потому что не все родители примут. Не все родители, как у Базарова, который любит так. Есть родители, я знаю, у меня есть знакомые, у которых родители, которым так не приехать сейчас, например. И чтобы они такие, боже, я скучал. Они скажут, ёб твою мать, приехал ты, Максим. Максим? Значит, он приехал и начал там заниматься своими делами, флексить по-деревенски потихоньку. сначала занимался своим наукой какой-то пытался заниматься, не вышло. Потом решил ничего не делать, ходил с местными мужиками, что-то болтал, тоже это наскучило. Потом он начал работать врачом вместе с отцом. И как-то, значит, привезли им мужика, который болел тифом, они ему вырезали тиф. А где тиф у человека? У него был рак тифа. А тиф это... Вообще, это больше на имя рэпера похоже. Тиф это похоже, будто какой-то маленькая фея чихнула. Вырезали тиф. Да, окей. Тиф? Ты такой, где я там, блядь? Ты что, Динь-Динь, чихаешь? А мне кажется, тиф это что-то, что нужно обязательно оплатить до 1 декабря. Или будут проблемы. Или куда надо сходить, чтобы получить документы. Или тиф это, когда ты не хочешь записывать с рэперами совместку. Да. Да-да-да. Я тиф на гупах. Да-да-да. У меня тиф с гупом. Мы отдельно треки записываем. Потому что мне он не нравится. Короче, он что делает, пока вырезает тиф? Режет себе палец. Режет себе вены. И умирает. Какая-то не жизнь нахуй. Но он нечаянно порезался, да, и заметил это поздно. И заболел тифом. И умер. Да, за головой он умирает. То есть он там пишет письмо Анне Сергеевне. Она приезжает, грустит, целует его в лоб, уезжает. Я, честно говоря, не понял до конца даже, про что книга. На самом деле. Потому что книга называется «Отцы и дети». По идее, я должен увидеть какой-то жесткий конфликт именно поколений. и я ожидал какие-то более тонкие моменты на стыке этих поколений увидеть, а мне дали в абсолют гиперболизированного человека нигилистого и дали мне суперутрированных предков. А мне кажется, что здесь... Я понял этот конфликт, мне прямо им в лицо тычет. Я понял. Прямо в названии книги. Прямо в названии, да. «Отцы и дети». Это «Отцы, которые любят». А это избалованные дети, которые не понимают. Ты такой, да. Для меня эта книга больше даже про отношения, больше про любовь, чем про отцов и детей. «Отцы, дети и женщины», мне кажется. «Отцы, дети, да». «Отцы, дети и женщины, измены и секс». Я бы так назвал эту книгу. И она бы лучше продалась, как раз. Сериал бы можно было сразу. Да, да, потому что там очень много посвящено именно развитию отношений. Это как будто даже важнее в итоге оказалось отношения с женщинами вот эти... что это Анна Сергеевна в конце приезжает к нему тоже. Что это как будто... Оказалось важнее, чем отношения отцов и детей в этой книге. Я вообще не понял. Мне кажется, просто фишка в том, что отношения преобразовывали детей в отцов. То есть их столкновение с женщиной сделало их взрослее. Мужчинами. Делало их мужчинами, да. И отношение Аркадия к жизни, выработанное им, оно его еще как-то позволяет существовать в рамках этого мира? А Базаров сам себя уничтожает своими же своими идеями, как только он начинает взрослеть и попадает в реальный мир, он сам страдает постоянно от того, какой он мудил и какие позиции он заявил. Да-да, не нашел себе место в мире и сдох. Не отрывайтесь от корней, тут говорят нам. То есть, грубо говоря, общая мысль книги, что каким бы ты ни был свободомыслящим человеком против всего женщина стабилизирует. Вот так, да? Мне кажется, еще тут посыл такой, что надо уметь менять свои взгляды вообще и отказываться от каких-то вещей, в которые ты верил в детстве. И надо уже переставать быть таким мудаком. Взрослеть, но грамотно взрослеть, не быть именно конкретно как твой отец прям до конца, но взять какие-то истины оттуда и оттуда и смешать их и грамотно срефлексировать на это. То есть, быть наполовину как твой отец. А наполовину как мать. Отец Аркадия Николай в итоге самый компромиссный чувак. Он допускает, что есть какие-то мысли свежие, которые действительно... Он в итоге самый адекватный на самом деле. Да-да-да. Женится на крестьянке в итоге. Единственное, которого жаль, что так подкосила вообще вот эта смерть жены. Он вообще был очень крутым чуваком, кстати. Да все круто у него в итоге. И Аркадий нормальный сын. Да, и Аркадий нормальный. И еще новый растет сын. И жена 23 года. Вообще все пиздот. И разница 26. Отлично. Единственная мелочь, жена сосется с заезжими чуваками. Один раз. Да ладно, он умер. Что? Он умер вообще. Это нищетово. Чувак. Ну я не понимаю, то есть Тургенев, он дописал книгу и он как сам планировал Базарова. Он спланировал как символом того времени, потому что потом считается, что Базаров стал символом новой интеллигенции, которая возникала в то время, вот такой вот, научно-творческой. И я так не понимаю, Тургенев, он написал все это и такой, бля, они неправильно поняли. Я планировал, что Базаров мудак, а не символ интеллигенции. Или же, когда Тургенев писал эту книгу, он такой, а Базаров крутой. Базаров вообще не сила. Да не, мне кажется, что вы... Базаров это человек, который очень поверхностно изучил мир, на мой взгляд. Человек, который понемногу разбирается почти во всем. Он просто, да, очень поверхностно его изучил. Вообще, этот роман, по сути, это скандальный роман своего времени. Один из самых скандальных и резонансных. Ну, то есть, он был написан, я не знаю, с чем его можно сейчас сравнить, с каким произведением, которое бы вызвало оторопь прям. Вот ровно такое ощущение вызвало этот роман. Потому что в нем был описан как бы новый тип человека, который потом там будет появляться у Чернышевского, прости господи, в этом, Рахметове, который там ложится на гвозди, по-моему. Потом Достоевский в бесах его будет описывать еще более ярко. И так далее. Это новый тип человека, который возник вот в какой-то момент в России. И стал вот таким катализатором потом последующих изменений, на самом деле. Хипарь. Хипарь местный. Ну, такое, да. Это просто в историческом контексте очень резонансное произведение. Так и люди такие были уже на тот момент? Ну, как бы, они стали появляться. Конечно, были. Всегда были разные люди. Но просто как общественный тренд это стало задаваться и замечаться тогда. Вот и все. Это в целом послание молодежи, ну, то есть, оно до сих пор ведь работает, что круто, ты такой крутой, свободный. Ну, смотри, не умри, бля. Целуешь. Смотри, не умри Атифасу. Смотри, не умри в одиночестве, лошок. Да-да-да, скорее всего, ты умрешь в одиночестве своей свободой. Посмотри, как хорошие люди Аркадий нашел себе скромную девушку и все, и зажил. Что все-таки, да, хорошая коммуникация и социальные аспекты жизни держатся все-таки на взаимоотношениях хороших и на общении. А не на твоей правде ебаной а не на бесконечном отрицании всей хуйни. Так, хотите, какие-то цитаты свои прочитать, может? Ну, можно, что нет. Я читал. Раз уж. Михаил прочитал, конечно. Да-да-да, цитаты, любимые цитаты. Моя цитата, цитата моя. Человек все в состоянии понять, и как терепещет эфир, и что на солнце происходит, а как другой человек может иначе сморкаться, чем он сам сморкается, этого он понять не в состоянии. Ну, это я тоже заметил. Во, во. Появление пошлости бывает часто полезно в жизни. Оно ослабляет слишком высоко настроенные струны, отрезвляет самоуверенные или самозабывчивые чувства, напоминая им свое близкое родство с ними. Димон, что ты скажешь? Я выписывал только все женоненавистнические цитаты. О, да, давай, давай, там было, кстати, их нормальное количество. Это что за фигура? На остальных баб не похоже. Оттого братец, что по моим замечаниям свободно мыслят между женщинами только уроды. Ну, господи, боже. Давай так, вот эта цитата. Так. это же неправда. Ты же хотел сказать, что так и есть. О, господи. Не, ну, возможно, это же тоже ее, как бы он не взял это с неба, правильно? Он анализировал, я подозреваю. Он, во-первых, ученый. Но он любился в итоге ванну, которая, кстати, нормально мыслит. Она разрушила вообще все его представления о женщинах просто своим существованием. Он из нее и поплыл. Да. Если бы он до этого не нес столько хуйни про женщин, он бы, наверное, смог найти с ней общий язык. Да, он уже зарекомендовал себя как крутого парня, он уже не мог так, типа, начать бегать за ней. Он уже всем рассказал, что он всех баб считает тупыми и некрасивыми. Я хотел еще стату в твою, в копилку, она мне пора. А все-таки я скажу, что человек, который всю свою жизнь поставил на карту, женской любви и когда ему эту карту убили, раскидся и опустился до того, что ни на что не стал способен, этакий человек ни мужчина, ни самец. То есть немного Алекса Лесли я здесь. Мне не понравилась книга. Мне понравилась. Ну, начинай, пожалуйста. В конце. Я просто хотел сказать, что мне она не очень понравилась. Но ты смог выводы сделать для себя или нет? Да, я сделал вывод, что она мне не очень понравилась. Надеюсь, вам, дорогие зрители, эта книга понравится, как мне и остальным ребятам. Я тоже на это надеюсь. Да, да. А тебе понравилась? Мне понравилась. Я прям с кайфом читал, но... Я считаю, из этого можно было снять сериал, типа там, сплетница какой-нибудь. Прям получилось бы, они ездят, и они крутые, молодые, вся жизнь впереди, а он все отрицает, а это здесь живет. Ну, то есть, это получился бы прямо из этого. Отдай это Нетфликсу, он снимет заебись сериал на два сезона про то, как они ездят. Не только Нетфликс, но еще. Просто у российских писателей есть книги про это же, похожие про это, но круче. Типа? Типа Анна Каренина. Не типа Анна Каренина. У меня Анна Каренина, кстати, меньше зашла. А мне больше зашло. Это все неважно, я вам скажу. Важно, что мы смогли сновь встретиться, обсудить замечательное произведение, дать оценку, выводы и расписать подробно сюжет в нашем замечательном книжном клубе. Спасибо большое, что посмотрели. Спасибо, пока. Спасибо. Лех, ты че это, книжку читаешь? Да, обожаю бумажные книги. Я бумажные книги отрицаю, я тебе так скажу. Женек, ты че, нигилист? Да нет, брось. Я стори-тел-ист. А-а-а, стори-тел-ист. Ты признаешь не бумажные книги, а замечательное приложение стори-тел, в котором есть абсолютно все книги, не только в аудио, но и в тексте. Все в твоем телефоне. Блин, если бы Базаров был стори-тел-истом, я думаю, он бы ни за что не поссорился с Кирсановыми. Остался бы там жить, потом бы женился на Анне, покорил Петербург, нарожал детей. В отличие от него, ты выбрал правильную дорогу, Евгений. Спасибо, Евгений. Спасибо, Евгений. Спасибо, Евгений. Спасибо, Евгений. Спасибо, Евгений. Субтитры создавал DimaTorzok